Здорово, ребятушки! С вами Ладушки и мрачная атмосфера безосходности. Пойдемте, знаете, что сделаем сейчас? Я о чем подумал, управление. Вот я о чем подумал. Мы продадим люцернский молот, потому что вряд ли я им буду драться. И мы также продадим... Ты у нас который эксперт. Меч мне очень понравился, хорошая вещь. Нужно не забывать им пользоваться. Так, торговец... Ну, блин, ладно, я торговцу оставлю оружие, потому что один раз он у нас уже участвовал в бойне, так что все нормально. Может это уволить, кстати, не рейд. Которая рейд... Так, ты у нас до сих пор новичок. Ну и хорошо. Вот билл вот этот вот просто шикарен. Не знаю, просто оружие есть из десяти. Заберем у тебя вот эти чертовы вилы. Не знаю, не зашло оно мне. Не умею еми драться, мне проще с посохом, он быстрый. Вообще, я сделал для себя такой вывод, что я хочу для большинства персонажей быстрое оружие. Ну, я не попадаю в тайминги на медленных оружиях, к сожалению. Так, эксперт. Поэтому мы сейчас это все продадим. Молот продадим. Мачете я оставлю. Вот эту вот штуку, лом. Он тоже медленный, я его тоже продам. К черту. Хорошо. Выход закрыть. Спасибо, пожалуйста. До свидания. Пошел нафиг. Ты, товарищ. Мне нужно тебе, наверное, фильтр на эксперта поставить, что ли? Или же... Погодите. Давайте, наверное, на кандидата поставлю фильтр. Или... Так, во-первых, сейчас я все это продам. Нафиг. Я понимаю, что я покупал эти виллы, что я в них деньги вкладывал, все дела. Нет, спасибо. Торг. Мне нужно, значит, оружие. Я хочу посмотреть на билл. Эксперт. Я не знаю, почему оно сбрасывается. Еще один баг игры, к сожалению. Рандомным образом сбрасываются шмотки. Не знаю, почему. Ты у нас новичок. Билл у нас на кандидата. Я, пожалуй, хочу себе купить еще один билл. Вот что я думаю просто. Поэтому у нас как раз сейчас есть кандидат, у которого толком нету оружия. Я поставлю себе фильтр на кандидата. Вот это еще, кстати, хороший меч. Двуручный. Вкуснятина. У меня на него пока не хватает. Но я еще пока думаю, кому и что. Потому что так-то двуручный меч у меня уже есть. Хорошо. У нас есть эксперт. Который сейчас пойдет в драку на знатоке. Зачистка. Знаток-новичок. Новичок! Офигеть! У меня там пушки на него не будет. Или будет, но какая-то... Какие у меня на него шмотки на новичка? Я вообще не знаю. Можно пойти в драку на эксперте. Можно пойти в драку на знатоке. Пойдемте в драку на эксперте. Я пожалею об этом, да? Вон, кстати, и люцепский молот. Сейчас посмотрим, как чувак с ним будет что-то делать. Так-то это, в принципе, огромная мощь. Если им правильно управлять. Это огромнейшая дистанция и огромнейшая ударная сила в конце этой дистанции. Вот смотрите, как он сейчас его просто застанил. Но это нужно уметь делать. Это нужно не быть раканом. К сожалению, это не про меня. Вот, видите? И чувака уложили тоже. Хотя он нанес пару хороших ударов. Но его уложили. Вы, пожалуйста, этого щитовика убейте. Ах, офигеть, по затылочку прилетело ему. Щитовика убейте, ага. Ёпы, РСТ! Уйди! Вот это я сейчас удар отхавал. Нет, так-то я, конечно, выиграл все дела. Но вот это сейчас удар прилетел. Офигенный. Ладно. Так, браулер, на кулачный бой. Поехали. я сейчас мог спокойно отъехать в этой драки я до сих пор до сих пор шоке он меня чуть ли не ваншот ну а это как-то сейчас получилось странно вроде она меня ударила но упала ладно реально вы видели чуть не ваншот ну то есть у меня этого желтых жизни осталось совсем капельку и красных больше чем наполовину заполнилась то есть такая штука прилетела в голову через шлем через подшлемник через все просто хыч и все офигенно просто может быть зачистку на кандидате сунемся там золотой обещают я не тем персонажем пошел а я вася да извините все василий который меня смотрят если вдруг меня смотрите меня отвлекли я только что вернулся просто в игру и я не на том кандидате молоток я не буду брать даже не просите у меня больше шансов кулаками чем с молотком и чем с этим тоже поэтому молоток я брать не буду щит кстати можно взять да не поехали дальше елки это я пропустил елки бей его блин тут музыка шикарно не знаю вот эта музыка мне всегда нравится ладно рискуем я об этом пожалею я знаю но трех чувакой я уже ушатал поехали сейчас если аккуратно играть то может вытащим бешеная куропатка на тебе на нет блин я мог выиграть хорошо хоть не убила прикиньте сейчас просто прохождение могло закончиться на этой ноте именно я пошел этим персонажем пошел своим основным персонажем и меня чуть не убили вот это вот сейчас было бы так ладно пойдемте на новичке куда-нибудь сходим вызов на новичке пойдем а я мог выиграть реально блин да что ж ты меня прям в лобешник то отходи до хороших от прилетел аж застанело на тебе второй ход все нормально пойдемте в магаз глянем может еще один билл появился я был бы не против нет не появился жаль что она делится по категориям типа только по одной категории а нет такого что например от кандидата до новичка так было бы гораздо лучше не сейчас выискивать шмотки под одного определенного чувака ладно проверяю значит проверяем каждый после каждого боя чтобы у нас появился нам нужен билд пойдем на новичка драку чушь там делать ладно я я почти вытащил тут свой было обидно если бы то бешеная куропатка с ножом не тогда не прописала так сильно паром тебе в лицо о какие там разлет так это у тебя чё у тебя копьешь не надо тебе копье ой говори не надо бе копье чтоб тебя на тебе в голову командная работа блин так и меня сейчас не ушатай пожалуйста блин я вот вот такое сочетание со щитом и булавой просто страшно но мне кстати убить может это она вот вот так надо на отходе на отходе получается шикарные удары из-за вот этого слегка загнутого лезвия в конце на отходе получается просто суперские хеды вот мне сейчас это и спасло так билл нет 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 убила билл не пришел он просил передать привет но он не пришел пойдем дальше на кандидате мучить в дуэль да давайте в дуэль сходим я не против в принципе так то у нас деньги немножечко начали появляться а почему ты без посоха это карл не тычь в меня топором да чтоб тебя знаешь сколько раз тебя уж твой щит спас нормально затащили дуэль чё ты себе эту не взял то у него же есть посох ладно кувалды булавы то-то сет 5 10 все это фигня ерунда суета хорошо управление управление ты у нас эксперт не забывай об этом ты у нас торгаш ты у нас наемник по дружище ты новичок все супер новичок новичок не низок не высок но вот это бесит здесь же у него есть палка здесь у него есть палка фига ты в бой то без палки пошел а блин вот вот эта система мне иногда очень сильно напрягать не знаю что с этим делать посмотрим так кандидат а конь дедат новичок кандидат новичок у меня только наемник да вообще новичком не живых сейчас нету из драка на неумехах пойдемте начало в дом против меня то ай 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 больно вообще-то валим ты на меня так обиделся за тот хочу что я тебе влепил зря дружище блины 25 против меня ай 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 вы чё акститесь минус до свидания он такой сушки я чё-то неудобно лежу у меня нога затекла блин там ч 1 в поле не воин да как я сейчас выжил вообще не знаю тайна за семью печатями как я сейчас выжил такая горень трупов ладно ну чё против меня постоянно двое были через делаю вообще сам виноват 1 за грел и все поиск посыпались следом у нас есть эксперт который также дуэльные эксперте пойдем я об этом пожалею но пойдем надо хоть как-то развиваться булава и меч блин просто мои любимейшие сочетания на тебе ногу можно машку заляшку а на серьезно и все ну как бы flawless виктор как его за два удара убил серьезно я ему одну ногу подрубил потом вторую ногу подрубил и все чувак уехал получается на голеннике это очень важная вещь дуэльные эксперте пойдемте еще одну дуэль помашем я шо против что ли так двуручник ой обмены обмены пока что ой я ему где-то я если сейчас пропущу я отъеду серьезно я не знаю как он еще не уехал смотрите у него пальцы руки полностью окровавлены ему два три пальца точно отчебричал надо сейчас был очень обидный проигрыш потому что у меня были все шансы пойдем дальше на кандидате мучиться в драку так драку пойдем хоть в огонь хоть драку хоть куда почему ты черт побери посох свой черт побери не одеваешь черт побери как мне это бесит игра прекрати пожалуйста посох он же без уровня начали теперь с кулаками против них круто я бы я могу затащить кулаками это не сам большая про ох молоточком по плечу приехал человеку ты для как кувалда разваливает чувак неплохо играет ну или мы просто везет так хорошо потому что кувалда это такое оружие очень сомнительное она вливает просто огромнейший кусок урона если попасть но по тебе последний удар оставался да ладно торгаш есть билл наконец-то и стоит он кстати копейки давайте покупаем пойдем час отдадим нашему этому чуваку который не хочет почему-то с посохом в руках сидеть чтобы его ладно ты у нас эксперт еще кстати красавчик экспертом я доволен потому что он у меня довольно неплохо скроен сбит и да надо бы на него побольше броньки нацепить но так он в принципе хорош так ты у нас все продолжаешь быть новичком а ты у нас спасибо но ведь посох он же неужели потому что у меня это на кандидате не было выставлено на тебе билл в руки чтоб ты людей бил попробуем сейчас таким образом кандидат драка дуэль пойдемте на дуэль от посох еще этот билл у меня бы час в руках да хорошо это прежняя версия булавы со щитом это дубину со щитом игра понимает что это я больше всего не люблю такое расписание событий вот поэтому собственно и не люблю но хэдэш мы тоже умеем раздавать карл на тебе до свидания просто получается что мне потом игрока нужно ну бойца лечить очень долго после таких событий черт ладно у нас есть новичок у нас пойдет тоже на дуэль давайте рискнем как серпом сами знаете почему ай а ты фиг ли ты чешся фиг ли ты ох я щас промазал некрасиво на тебе на тебе на тебе на тебе вот так получилось неплохо самом деле прав слов помилуйте да кстати куда на что согласился я вообще выйти на хотел нажать тварь ладно до свидания чтобы это не было я выиграл я не знаю там куда-то тыкнул но это зачистка сдохни тварь не 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 встань да встань что ты ну чё ж стан такой длинный блин ладно я в двоих из трех из пяти ладно я случайно перепутал кнопки и на знатоке пошел в чертовой дебри я вообще сюда хотел и здесь вместо кандидата поставить экспертом да потому что мне нужно под него вещь подбирать потихонечку пойдем на кандидате стоп знаток а не значит ли это что у меня уровень у кого-то прокачался точно 55 он же не был знатоком да он не был знатоком получается управление тут как обычно все сбросилось в принципе все нормально так далее далее это у нас знаток блин знатока пора бы уже одевать получается во что-то значит фильтр на этом надо будет обратно сбросить что ты можешь мне сказать знаточище отказ с парированием но ему шмотки реально нужно потому что ну хотя бы какую-то или кирасу или что-то давайте я шмот на знатока обратно переставлю вот так вот сделаем до закрыть потому что в курточке он долго не набегает кандидат кандидат на вызов то пойдем кандидаты по вызову обменялись блин нету тайминга нужного на до свидания вызов пройдем успешно хорошо изумительно и так что у нас есть дуэль на кандидате вызов на кандидате давайте в дуэль сходим но хотя нет тактический прибыль больше она больше чем в два раза чувак с дубиной на 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 вот тебе везет ай-эй-эй-эй ты чё тычешь не загоняемся в угол так осторожно осторожно на до свидания фух что то я себя в углу некомфортно почувствовал что у тебя по шмоту вот появился шмот на на знатока на знатока хорошо ты у нас ммм пластинчатый жилет как нам пластичный жилет да ребят да да кто помнит пластинчатый жилет я наверное хочу и блин а сколько у меня денег а все я понял ммм кольчужный капюшон блин отрежущего тоже очень хорошо защищает и шлем я наверное хочу ммм 3 2 2 и 6 так 4 2 3 ну шлем то сразу лучше хороший взять наверное вот насчет жилета я думаю он будет у нас как что сомнительно сомнительно гамбез можно взять гамбез кандидатский кольчугу можно взять кольчужный жилет и кольчужная рубаха 2 2 и 1 кстати ни того ни того у меня нету на двух персонажах я бы взял два наверное давайте сейчас вот так поступим и и потому что по моему на нашем знатоке ну на эксперте которым там нету ничего кольчужного на нем надетого вот смотрите у него просто подбитое пальто давайте вот эксперт и так тут у нас 4 2 у нас 4 2 покрытие 2 и 1 покрытие 3 вот если тебе вот это оденем сейчас смотрим как это все видите она одевается под круто то есть у нас есть грубо говоря у нас есть рубаха у нас есть кольчуга у нас есть вот эта фигня и у нас есть вот это все мы теперь как капуста одеты отлично мне это вполне подходит теперь далее ты у нас кстати на кого на новичка доспех новичка ты у нас эксперт знаток да знаток значит на тебя еще одеваем вот эту кольчугу на тебя одеваем шлем поверх под шлемника и вот эта штука она вместо куртки куртка полтора половинка один а он такой же как куртка только без рукавов да я вспомнил это не очень хорошая штука на тебе куртку поверх чтоб тебе железо не так холодило ну и надо ему значит какую-то броньку еще подыскивать хорошо хорошо я вас понял нормально кандидат вот на кандидате зачистка есть пойдемте что-то мы давно по зачисткам не давно мы не проигрывали на зачистках фига ты меня бьешь то зачем ты меня бьешь на сдохни у тебя даже взять нечего ладно уговорила чёртовы вилы да блин я не научился ими обращаться но меня вилами до сих пор размазывают просто а это немножко печально так на тебе вот это на тебе вот это ну хоть как то лучше стало хотя вилами меня конечно размотали неплохо куропатка с ножом на тебе хэд на тебе руку на тебе вторую руку все до свидания зачем ты сразу в такую позу я понимаю что это все метафорически но блин короче да ребят на средних уровнях билл просто им будет я не знаю чем еще можно такие хэды вешать шикарнейший просто то есть если сильно не рачить вот типа как я сейчас то он решает вот билл он реально решает проблемы очень серьезно у него хороший баланс довольно таки неплохой режущий нормально нормально блин дубина со щитом то а я ему ничего не сделаю блин я ему ничего не сделаю вот так и убью атаки ему ничего не сделала реально вот сейчас чисто оружие зарешало это был хороший бой так ладно у нас есть вот такая вот штука у меня на нее не хватает хотя он совсем недорогая и довольно качественно смотрите против режущего против колющего покрытие офигительное но мне на нее не хватает это жаль на дальше деньги копить ладно пойдемте дальше качаться нам немного кандидат нашего подкоребили есть эксперт есть знаток но теперь зачистка на знатоке при том что мы немножечко ему подкупили шмоточек пойдемте попробуем как все будет выглядеть я не пойму с чем он на тебе по горбу с чем ты был дружище погоди так наведись ты наведись пожалуйста что это двуручная булава а чё так можно было ну она тяжелая хотя у нее импульс чудовищный просто и дробящий огромный то есть мне тупо повезло что ко мне эта штука не прилетела я понял хорошо так жилет ну а да кстати перчи надо покупать потихонечку он уже и тапочки блин тапочки серьезно ладно наручи наплечники получается мне нет нет мне больше ничего от тебя не надо пойдем так еще один оппонент с тяжелым оружием это могло быть близко фига ли ты в меня тычешь молотком то надо отойти 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 спасибо спасибо есть так вот у тебя по моему тут есть во что приодеться даты у нас есть такой синенький красивенький был во первых вот это так это я тебя брать не буду вот это вот возьму вот это вот так блин чел я у тебя сандалии поменяю а поныжи да наверное а серьезно кольчужный подшлемник он не мешает этому подшлемнику точно я забыл об этом кольчужные поныжи да 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 давайте 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 больше чем лучше хорошо пока неплохо блин это он по мне попал кстати не сильно но попал на тебе по чатнику вот видите на этом уровне билл уже не так заходит потому что у людей уже голова прикрыта и его основная фишка с хэдшотом но он все равно наносит много урона я не спорю но его основная фишка с хэдшотом не проходит потому что уже все тебя взять нечего вроде как и нечего ладно поэтому наверное на знатоке нужно будет переходить на двуручный меч у него острие находится ну как бы не только на конце а по всей длине он больше открыт для разного типа атак потому что для била по идее только одна атака размашистая желательно из-за головы которая идет вот она много урона наносит тут нужно умудриться попасть ну или просто лупить в корпус но лупить в корпус у нас не проходит с такими ребятами вот как со щитами типа им что-то проходит но тут о этот неплохо вот видите размашистая из-за головы то есть это нужно вот 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 пока я наношу один он блокирует и я открываюсь при этом вот такая хорошая атака получилась дело то в чем что чем дольше я нахожусь в схватке тем больше у меня шансов слиться а победы должны быть чем быстрее тем лучше потому что если я кого-то быстро не убивает то больше шансов что он нанесет мне урон надо задуматься над покупка меча двуручного второго а мне реально нужен сейчас то есть по крайней мере чтобы у меня был выбор между биллом и мечом потому что в большинстве случаев все таки билл это хорошее оружие но в некоторых вот видите я его сейчас просто по корпусу забил и все бил забил но это был бой как по учебнику просто как говорится вообще в этом сложного практически ничего не было а то чувак со щитом вот он был сложный так кандидат кандидат ты наш а почему тебя опять выкинули сюда ладно знаток эксперт пойдемте на знатока драка на знатоке есть вызов на эксперте пойдемте на вызов на эксперте сходим зачистка на эксперте соблазнительно пойдем я хочу тут также нужно hit and run потому что завязывать бой нельзя нельзя вот я видел что он уже в меня летит да а до свидания кстати не такая уж и плохая ручка по моему она медленная да так возьмись очень медленная вес огромнейший импульс большой режущий баланс не очень поэтому да я его не буду брать это это типа улучшенная версия билла но нет он слишком тяжелый так что я хочу ну как у меня как обычно не хватает поножи и обувки и перчаток и всякого такого поэтому это я все забираю кольчужный капюшон я забираю мне кстати тоже очень хорошо пойдет это шлем вот закрытым лицом ой 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 как красиво то стало кольчужные поножи то кираса ну так то ну да но неплохо неплохо так четыре последние она чуть 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 получше моего блин хотя у нее покрытие меньше да этого покрытие 4 у этого 3 скорее всего два да пах остается полностью открытым я не хочу это не тот обмен который хочу делать вот латный поножи я возьму вообще но ноги руки надо закрывать как только я куплю хорошую броньку на нашего второго того чела надо будет заботиться тем чтобы купить какие-то поножи поручи и всякое такое ладно поехали дальше что с такой же пушкой серьезно вот видите я могу в плечо в ногу куда-то ударить это нанесет хорошего урона не они не нельзя наглеть бьем отступаем вот это была контратака просто конская видели в прорезь между шлемами броней блин а как ты перчатки не взял у того прошлого чувака не было перчаток серьезно так а это вот этот намордник бувигер бувигер я забыл как он называется но у меня просто закрытый шлем поэтому я его не буду брать хотя штука конечно зачетная и обувочку пожалуйста закрытую надо бы взять я думаю мне кажется следовало бы поехали дальше нет как я попал туда я не знаю то есть явно была какая-то брешь в обороне по куполу это я видел что я пропускаю уже неплохо первый удар был очень удачный потому что я видимо попал в прорезь между тамаска а это латные налокотники серьезно они одинаковые да пупупупум а ты у нас кто гамбизон а гамбизон что заменит пальто и гамбизон у нас что дает накидка нет вот что то я не то рубашка у нас так хорошо это ушло это ушло нафиг 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 да поскидываю все лишнее ммм пока вроде неплохо идет по моему вот этот бой чисто на везение сейчас прокатит ох ты ж так осторожно осторожно два двуручника мы уже два два раза обменялись один раз я по моему добавил да нормально похоже что двуручники у меня сейчас самые опасные соперники что ли опа на плечнички латные на локотники ну давайте я не откажусь так минуточку эти у нас четыре два с половиной эти у нас четыре два ну да в принципе ладно нормально и у нас есть многоленники латные которые заменяют латные поножи нет мне такой обмен не годится пожалуйста я вот так пойду да поехали дальше два неплохих красных удара прошли три красных удара ото на 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 контратаке и по голове тебе все что у тебя хоть было то шлем красивый кстати гляньте какой он просто кстати так называется шлем на эксперте красавчик так хорошо 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 все я более менее наверное где то как то усвоил как это все делается ну даже еще одна зачистка на эксперте давайте проверим насколько это все усвоил как говорится даже обезьяне если достаточно долго что-то объяснять она может что-то усвоить так не это или это так реально меч красиво тащит или я чему-то научился блин у чувака два ударных оружия ну вы серьезно фух чем могу с тебя снять шлем латный красавчик просто так это я одевают я одеваю тут стандартно ноги руки мы переодеваем по быстренькому потому что это так у нас кольчужный жилет у нас что-то кольчужное одета поэтому я не буду наверное это делать блин отхватил много черпанул его чуть-чуть и по башке добавил на до свидания тут очень такая сумбурная драка была но в принципе норм так одеваем полностью твой сет на ноги пофиг что с сандалями плечнички наручники жилет вот пластичный жилет он у нас да он у нас заменяет вот эту штуку и он не такой хороший как эта штука хорошо что его не купил ладно мне подходит поехали дальше блин противник с двумя мечами сложно я сам ходил с двумя мечами я помню что это и как-то отходи то есть он может ими и тыкать и замахиваться и защищаться одновременно я бы хотел себе кстати что умение прокачать ведь он меня может сложить потому что у меня против него нету никакой тактики мои обычные тактики hit and run они тут не годятся потому что он одновременно и наносит урон и уходит из-под него ну то есть это по моему сейчас один из самых опасных соперников которые могут быть хорошо хорошо на самом деле я в принципе же говорю я осознал как что и где осталось разработать тактики под двуручников ну что двуручники довольно опасные ребята причем с двумя мечами они опаснее чем с двумя булавами и всякое такое будем потихонечку что он сейчас по деньгам кстати 7 7 это неплохо этот меч сколько стоит он стоит 8 блин всегда я смотрю на что-то на что у меня чуть-чуть не хватает обидно ладно в общем план понятия нам нужно знатока подкачивать нужно на него броньку нужно на него оружие а потом нужно будет и знатоку и эксперту потихонечку накупать наручь и поножи и всякое такое чтобы защищать конечности потому что когда они хорошо укомплектованы они в принципе могут даже иногда и потанковать поэтому это важно все ребятушки на этом сегодняшний серия заканчивается спасибо что были с нами всем удачи добра-бобра все молодцы всем покеда а Субтитры подогнал «Симон»